Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. У меня ощущение, что она в гипсе. Пришла тонкая копия, у нее руки расставлены в стороны, на локтях вниз висят, и ноги, как в гипсе. Больше ничего нет. Там все снимем, да? Да. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистой энергии абсолютно. Берем Наталью в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Натальи поднимайся в комнату диагностики. Пошел, прием. Мы на месте. Мы приветствуем Наталью. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Но она глазами, как соглашается. У нее голова, она тоже в гипсе, и вот челюсть, как такая есть, суппорт, да, такая поддержка для челюсти. Она тоже стоит. Не может. Хорошо. Скэнер, просканируй сейчас Наталью. Отключи эту голограмму полностью, выведи ее вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, и выведи всю эту конструкцию из ее биополя. Пошел процесс. Ну, скэнер, он сзади разрезает по всей длине тела. Конечно. Гипс этот. Готовы. Хорошо. Наталья, вы меня слышите? Можете говорить? Она трогает себя, у нее тело, как оголено, как ранах. Она прилипшая была к этому гипсу, как оттырали от нее кожу. Хорошо, это мы все восстановим, не беспокойтесь. Вы даете свое согласие, Наталья, на диагностику? Да, она дает. Я даю команду на счет рис. Скэнер сканирует пространство над головой Натальи, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Натальи, находит все. Не рептилоид. Два крея. Лизард. Два крея. Лизард. Инкуб. Инкуб. Беса на ногах. Все. Итак, у нас рептилоид 2 крея с этой голограммой, с гипсом? Да. Хорошо. Сколько вы находились в биополе в этом паразиты? Просто они кашляют, чихают в клетке. Снимаются маски и голограммы, и сущности предстоит согласно своему эфирному коду ДНК? Нет, никого больше нет, они долго находились в этом внутреннем гипсе, и сейчас частицы вокруг которых им дают как аллергическую реакцию, что ли, они привычные. Вам придется привыкать, потому что есть намерение установить всех вас троих в эту большую гипсовую колограмму, активировать ее, чтобы вы прочувствовали все, что вы паразиты делали все эти годы. Сколько вы находились в этом биополе, Грей? 5 лет, колограммы 4. Гипс. 5 лет, гипс, 4 года. Считай цифру рептилоида над головой. 92. Кто ты, рептилоид? Абарант. Грей органический, неорганический, красно-зеленый маячок? Оба органические. Хорошо. Значит, будет что терять. Сколько находился Лизард в этом биополе? Он как-то дышит, и язык вперед вытаскивает. 7 лет. Сердечная чакра? Нет, голосовая. Голосовая чакра, хорошо. Сколько находился Инкуб в этом биополе? 3 года. И сколько находился Бес в этом биополе? Какой у нас Бес, посмотри. Бес 8, год и 2, месяца. 1 и 2 года. На что зашел Бес? На упрямость. Упрямость. Объясни мне. Синоним дай к этому слову. Ты когда человек... Упрямится, не гнется, свою линию держит. Хорошо. А в чем здесь ошибка? Даже если это не... Нужно иногда, что тебе говорят. А, в этом плане. То есть, вне зависимости, имеет это какой-то смысл или не имеет, идет сразу противоположная реакция, отторжение. Правильно? Нет. Нет, неправильно. Это упрямость. Внутренняя упрямость. Упрямость – это идея, которая нужна есть внутри, должна существовать любым путем. Хорошо. Отлично. Скажи-ка мне, Бес, есть ли лярвы в биополе, Наталья? Будет идти к этой идее. Тормозов нет. Я понял. Хорошо. Лярвы есть? Да, есть. Ты их, наверное, как хочешь получить, да? Ну, хочу, да. Хорошо. Дойдем до этого момента. Я тебе отдам, потому что ты мне кооперируешь со мной и помогаешь разобраться во всей этой ситуации. Сейчас мы начинаем с реверса энергии. В процессе работы я еще буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. И я даю команду тонкой копии Натальи спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за негативную, под ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэббрационную энергию в ее биополе. Каналы выстраиваются. Также выстраивается прямой канал от Натальи к этой голограмме из гипса. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоэббрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Натальи. Хорошо, Грей, я слушаю сейчас ваше объяснение насчет вот этого гипса. Подожди здесь, этот обез, он подобрал правильное слово, он сказать хочет. Давай, хорошо говори. Вредность, упрямость это вредность. Согласен, хорошо, все, заработал свои лярвы. Итак, слушаю рептилоиды игры. На каком основании у вас есть контракт с Натальей на эти манипуляции? Мы ее лечили. Вы ее лечили? Она просила здоровья, мы ее лечили. Она просила Греев, придите и сделайте меня здоровым. Не показывает, как они с ног, со стопы начинают ее заматывать в гипс. Ну да, он как бинт такой. Итак, я повторяю свой вопрос второй раз. Грея, они просили Греев прийти и помочь ей выздороветь? Или к кому она обращалась? Она бросала обращение в пустоту. Не было конкретно никого? Разные мысли были к кому? И почему эти мысли дошли до вас? Мы подхватили просьбы. Просьбы всегда кто-то слышит. Понятно. Просьба была без конкретного адресата? Было много просьб. Пустоту. Какие-то к адресатам. Это энергии, которые выбрасываются. Я понимаю, что это энергии, которые выбрасываются. Я понимаю, что эти энергии были... Одна из них дошла до вас. Были и другие люди, до которых доходили просьбы. Были просьбы в пустоту. Высшим силам. Понятно. Но, во всяком случае, привел ее сюда. Ее аккуратно. Советым и вышестоящим. Хорошо. Они что, ее не слышали или как? Или там не хватило намерения с ними связаться? Не показывают, как от нее энергии идут. Желания, просьбы куда-то. Но они ниже. Они в матрице Земли. И они вовремя подхватили эти энергии. Значит, ей не хватило намерения сформулировать и конкретизировать свое намерение и тому, к кому она обращалась. Обращалась она к Творцу. Обращалась она к святым. Обращалась она к другим. Много и к разным. Поэтому от нее поток идет в разные стороны. А, много и разным. Понятно. Хорошо, Наталья. Я думаю, здесь комментировать не надо. Вы сами должны были понять. Просьба, направленная в пустоту, притягивает таких сущностей. Она обращалась выше матрицы Земли. Мы были в матрице. То, что обращалась она в матрице Земли, так же находила. Например, таких, как вы. Были и другие, которым она обращалась. Ну, другие-то не могли вас найти. Нас и не искали. Тело смотрели. А тело смотреть в этом случае абсолютно бесполезно. Хорошо, Вера. Как у нас с реверсом? Закончился. Останавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Наталья забирает все чистые, светлые и божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Скэнер. Пока идет реверс. Просканируй полонту души Натальи на настоящий момент. 95. Хорошо. Грей, где еще 5%? Галограмме. Ждем и проверим. Готово. Хорошо. Скэнер просканируй сейчас полонту души Натальи. Да. 100%. Отлично. Идем дальше. Начинаем с вытаскания того, что оставили. Начинаем с инкуба. Инкуб, выходи. Отключайся. Полностью вытаскивай все, что ты оставил в ее биопуле. Ничего не забывай. И возвращайся назад. Докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить скэнером несколько миллионов керц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит в этой клетке-тюрьме по каналу. Инкуб, он какой-то самурай. У него ножи. Самурай? Ну, я немножко резал. И она этого хотела, инкуб? Ну, это терпела. Мы уже и мачо видели. Теперь самураи увидели. Он все снял, вытаскивал ножи. Чуть четче говори, я тебя плохо понимаю. Последнее слово, что ты сказала? Ножи вытащил. Вытащил. А, они торчали в ней еще? Вместе с ним. Хорошо. Так, Лизард, выходи. Вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью. Ты сказала, ты сидел на голосовой чакре, на Вишудхе. Чуть секунду, я поясню, инкуб, у него было два таких гнутых ножа внизу живота. Вот он их вытащил и себе вставил. И как они воздействовали на нее эти ножи? Жгли. Какие-то места у нее жгли? Вниз живота. У нее там были боли внизу живота. И там у нее была киста, которую ей удалили. Это из-за твоего воздействия? Да, было. Организм среагировал так от тонких тел. Хорошо. Теперь Наталья знает и эту причину. Идем дальше. Лизард, он все вытащил с голосовой чакры? Он показывает, она язык вытаскивает вперед. И это значит, что она иногда говорит не свои слова. И как иногда это было? И 100% в каких случаях она говорила? То, что ты хотел, чтобы она... Лизард, он хотел из-под питаться энергии. В своих разговорах она вставляла какие-то фразы. Ключевые триггеры, которые действовали как? Ну вот это как раз фразы упрямства идут. Так это ты включал это упрямство? Да, вот он язык показывает, как выпады были. Все понял. Выходит, заходит. А чем она тебя так заинтересовала, Лизард, объясними? Какая негативная черта ее характера притянула тебя? Ты же была не просто легкая добыча. Ты же пришел на какую-то определенную чистоту. Он говорит, что есть люди доступные. Хорошо. Чем она была доступна? Что это? Наивность, незнание, упрямость опять-таки. Что это было? Поиск знаний, но нет базы. Нет. Понимание. Хорошо. И они доступны, потому что они переходят к грани, что за пределами которых не знают. Все понятно. Хорошо. Ждем, пока он все вытащит. У него как такая катушка какая-то. Достала на ее. Катушка, на которую нитки, например, накручивают. Все понял. В горле. Он уже вернулся? Да, он снял. Хорошо. Значит, идем дальше. Грей, что-то осталось на вашей чистоте? Что я не вытаскивал еще? А еще подождите. Лизард снял с языка. А как носок такой? Ничего себе. А как это воздействует? Чехол. Хорошо. Я еще такого не видел, что это такое, Лизард. Как этот чехол действовал? Ну, это синхронизация такая с его языком, который он мог пользоваться. С ним мы закончили, Вера? Да. Итак, Грей, на вашей чистоте что-то осталось еще? Нет. Бес у нас остался. Хорошо, бес. Выходи. Отключайся полностью. Прямо на месте. Доложи мне, что ты закончил. Я дам тебе отдельные команды на лярвы. Опиши мне, где лярва находится в ее биополе. Горло, низ живота. Да, низ живота у нас кто там сидел-то? Инкуб. Хорошо. И горло, Лизард. И где еще ноги, ты говорил, да? У меня еще на спине есть, сзади. На пояснице. А откуда там? От конструкции гипсовой? Да, сдавливала она ее в некоторых местах и смещала кости. Понятно. А ты чисто собирал... Дисгармония, дисбаланс. А ты собирал внизу все, что сливалось, да? Да, внизу у него такие, как спиральные воронки. На обоих ногах. Креативно. Хорошо. Сколько герц? Говорит, что это мои стаканы. И сколько герц в этих стаканах? Два. Два герца. Хорошо. Он ловит в эти стаканы сверху боль. И потом пьет ее. Нормально. Устроился. Хорошо. Разрешайте забрать все эти лярвы. Ничего не забывай. И возвращайся назад. Приступай. Готово. Возвращайся назад. Идем дальше. Требю команду на рассинхронизацию Наталии с рептилоидом, двумя греями, их конструкцией гипсовой, лизардом, инкубом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Пошел процесс. Бес, ты в квартире присутствуешь? Присутствует. Мы сегодня чистим тоже квартиру. Кто еще присутствует в квартире? Рептилоид греи. Черт там есть? Закончился. Хорошо. Черт есть в квартире? Есть. Это он животных мучил? Каких животных? Там живет. Никто никого не мучит. Я приду проверю. Мне животные это расскажут. Я просто тебе говорю, что я сегодня буду чистить эту квартиру. Я буду собирать весь негатив. Если тебя это интересует, я могу тебе отдать этот негатив. Если черт мучил. Интересует. Покажу, покажу. Ушеншилы в клетке гамачок. Там он. О, там он. Мучил эту бедную шеншилу. Она практически не выходит оттуда из этой клетки, потому что у нее, наверное, сил нет. Хорошо. Я тебе сразу говорю, черт, ничего не получит. Я его отправлю на его чистоту. Ты, когда я тебя отправлю на этот, открою портал в квартиру, соберешь за это время все, что ты оставил в этой квартире, потом покажешь мне портал и после этого соберу тебе негативы и отдам в дорогу. Все понятно? Да, понятно. Хорошо, идем дальше. Рассинхронизация у нас закончилась. И даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Слезда. Подхожу к Наталье, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы интерферентов. На счет ряде. Два, три, удар. Отлетает канал и отстегивается. С грейми не отстегнулся канал. Так, скэнер просканируй, если подключка еще не вытащенная. Есть контракт на здоровье. А они мне говорили о контракте? Мне же рассказывали. Хорошо. Она просила здоровья. Тогда переходим сразу к удалению, а вернее аннулирование этого контракта. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Наталья должна взять ответственность за служение в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю в слухе, тонкая копия повторяет за мной. Я. Договора выходят, активные подсвечиваются. Да, есть контракт. Хорошо. Пусть Наталья повторяет за мной. Договора по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Не возвращается как биомасса, как это биоклетки, которые... Биоматериал. Говорил без, да, биоматериал у нее смещенный, как кости в нескольких местах, вот это возвращается на места. Баланс вот этот, дисбаланс, что он говорил. Грей, это серьезное воздействие, вы влияли на ее здоровье, вы за это будете отвечать сегодня. Это тоже энергия. У вас есть выбор сегодня. У вас есть три варианта. Или живая плазма, в моих руках появляется шар с живой плазмой. Контракт тебе ни о чем не говорит. Контракт аннулирован. И он заключен обманом. Тем не менее, он заключен. Хорошо. Значит, тогда передадим это в высшую инстанцию. Вы уйдете сегодня в другую инстанцию, которая будет решать вашу судьбу. Не вернулось. Все вернулось. Открываю воронку в галактическое ядро, аннулированные контракты вместе с фантомами контрактов и договоров уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Подхожу к Наталье и даю импульс высокой образцового шока удара, отсекая этот канал Греем. Один, два, три, удар. Отлетает канал. Отлетел? Да. Открываю воронку в галактическое ядро, и он улетает на переработку в чистой первичной энергии. Закрываю, опечатываю, растворяю. Хорошо. Готово. С этим мы закончили. Бес, хочешь получить эмоциональный фантом? Хочет. Значит, тогда я сейчас буду перечислять частоты, а ты назовешь мне основные моменты, из которого все вытекает. Он приготовил воронку, крошку. О, уже так даже. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом Натальи, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоэбрационные эмоциональные энергии. Все это низкоэбрационная ересь генерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня фантом вышел на таких ножках тонких, и сверху клубы большие, и его заносят от этих клубов. Спрашиваем Наталью. Наталья, эти энергии вы сами сгенерировали, здесь вам уже никто не мешал. Вы готовы с ними расстаться? Она смеется, готова. Хорошо, сворачивай эти энергии в шар. Бес, забираешь? Да, он забирает, он вставляет эту воронку. Отправляю бесу. Слушаю тебя. Говорит, на мороженое похоже. Хорошо. Итак. Стаканчики. Что тут давай посмотрим. Вот даже злость вижу. Злость. Это твоя чистота. Согласен. Много разного тумана. Хорошо. Ну, этого, в принципе, мне достаточно. Хорошо. Значит, тогда, сейчас, Бес, я тебе открою портал в квартиру, ты пойдешь в квартиру, и дальше как договорились. Все понятно, да? Да, все понятно. Он съел стаканчик пустой. Хорошо. Открывай сейчас портал в квартиру Натальи. Один, два, три. И Бес забирает все, что принес, и уходит в этот портал, дождается нас. Закрывай, опечатай, растрее. Хорошо. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба, один, два, три. Инкуб самурай забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Лизард, ты больше никогда в это биополе не придешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизард, один, два, три. Лизард забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. хорошо я прошу ли выйти со мной на связь рептилоид 2 гре 5 лет гипсовая конструкция человек стоял распятым подхватили они ее просьбу когда она просила о здоровье перехватили ее видать не было направлено или не хватило намерения и установили в ней такую конструкцию что она очень сильно уже пострадала в здоровье у нее было несколько операций кости начинает мы выровняли вернее то что они согнули эти кости что можно мы практически сейчас уже убрали забрали еще пять процентов души которая находилась голограмме все вернули все забрали разбираем хорошо там в квартире они оставили но я сам уберу и собрали хорошо конструкция гипсовая осталась до открывая под ней воронку в галактическое ядро и она уходит на переработку закрывая печатаю растереть есть клетка у нас пустая да да поехали по частотам готова хорошо наталья мы закончили вашу чистку как вы себя чувствуете я чувствую великолепно я очень яркая и я чувствую вибрации и наполненность всего тела его гармония хорошо процесс регенерации будет продолжаться несколько некоторое время для то чтобы все эти энергии будут поступать не забывайте сбрасывать негатив и заправляться энергиями администратор наш перешлет вам рекомендации сейчас у нас остались 10 вопросов к вашему куратору и мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти кураторы или учителя натальи мужчина снимается маски и голограммы фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду днк мы приветствуем кураторе учителя натальи представьтесь пожалуйста как нам к вам обращаться рад нашей встрече здесь приветствую всех присутствующих зовите меня леон леон приветствуем вас уважаемый леон вы куратор да я куратор меня зовут влад это вера мы сегодня проводили чистку вашей подопечной все убрали все аннулировали что это мешало и у нее остались 10 вопросов к вам будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы да я с удовольствием отвечу на вопросы которые помогут развитие души и продвижения благодарю вас начиная с приветствия приветствуйте а мой дорогой куратор учитель первый вопрос сколько лет моей душе твоей душе тридцать один тысяч лет 31 тысяч лет благодарю вас второй вопрос какой уровень моего высшего я переход идет с 10 на 11 уровень благодарю вас третий вопрос сколько раз моя душа воплощалась на земле на планете земля до седьмого раза благодарю вас четвертый вопрос мой дорогой куратор я знаю что у тебя это вызывает небольшое неудобство но не мог бы ты пожалуйста рассказать мне о моем предыдущем воплощении на земле мне в детстве часто снился сон что я тону не связано ли это с этим воплощением будем смотреть там было такое воплощение причем тонуло в болоте засосало болото так и на генетическое генетическая память да это страх страх остаться без воздуха если не расскажете когда это было в каких годах где она жила или какую-то другую информацию дополнительную 1812 год это тайга болото пошла за ягодами не пошла пошел прятался в лесу мужчина был беглый был беглый каторжник это тюрьма понятно убежал из тюрьмы и в болоте его засосало правильно да именно так благодарю вас вы хотели еще что-то добавить или можем продвигаться дальше уважаемый леон могу посмотреть сначала что произошло пожалуйста было бы интересно конечно узнать об этой жизни что привело к такому концу был мальчиком который вырос на улице другими детьми было интересно воровать богатых и расфафыренных как вы их называли но один день попался неправильный человек вышестоящий который служил военный он что-то снял с него с тела часы внутреннем кармане а тот его споймал поймал и наказал поэтому тюрьма понятно в какой там возрасте тогда в каком возрасте он закончил свое земное существование в этом болоте в тайге 27 лет какой ужас леон я благодарю вас за эту информацию думаю она будет полезна для натальи могу сказать много приключений было тогда в этой жизни понятно но судя по короткой жизни он мог бы наверняка прожить дольше вороствовал погони смех гуляй парень был напыщенности да понятно если прям фильм увидел когда вы рассказываете рассчитал его продолжай пожалуйста я благодарю вас пятый вопрос самый важный я скажу вам откровенно я несколько раз просил переписать вопросы натальи потому что и говорил ей что что важнее узнать и вот мы пятом вопросе только к самым главным теме приходим откуда моя душа как выглядят мои энергии и мой стержень опиши пожалуйста как они ощущаются и как их защитить здесь чувствуется упрямость на которую заходил интерференты не могу с вами не согласиться но тем не менее это ее вопросы так все верно и мы будем отвечать по порядку ты арктурианка арктур имеешь энергии арктура благодарю что там было еще в вопросе в этом я говорю мы приветствуем представили арктура в нашей комнате диагностики мы очень рады вам уважаемый леон и вопрос был у нее я его прочитаю по-новому откуда моя душа как выглядят мои энергии и мой стержень опиши пожалуйста как они ощущаются и как их защищать выглядят они немного холодным белым цветом как и сам арктур хотя это яркая звезда как солнце но свет у нее белый не желтый именно так выглядит твой стержень которым ты можешь управлять расширять у него есть небольшие лучи и излечать себя представляю как он растекается по всему телу этот белый свет арктура он не белый как молоко он белый как свет не цвета это важно он легкий и в то же время он как гель ты можешь на ощущать его и работать с этой энергией удлиняя ее делаешь ты можешь полностью руководить этими энергиями и направлять в те места куда тебе нужно как я уже сказал расширяя по всему телу как защитить эти энергии только изнутри силы намерения визуализации представляя как они выходят и защищает тебя ты же защищаешь эти энергии только знаниями знаниями и уверенностью и силой намерения если есть знания интерференты ведет твои знания знания кто ты и как работают твои энергии это будет неправильным с их стороны напасть на представителя арктура который он знает откуда на какие у него энергии только самые безответственные и наглые могут это делать для этого у тебя есть скажем универсальная защита меркаба еще раз говорю намерение и знания видно и звание защищает свои энергии только с внутренним знанием уверенностью позывом намерением пониманием внутренних строений своих тонких тел и стержня арктура твоей душе вроде все благодарю вас уважаемый леон перехожу к следующим вопросам шестой сколько кармических узлов у меня есть в этом оплощении сколько уже пройдено пять узлов пройдено на пятом узле сейчас будет еще один пять плюс один понятно я благодарю вас уважаемый леон я перехожу к следующим вопросам с вашего разрешения пожалуйста седьмой сколько процентов негативной энергии я набрала 23 процента благодарю вас восьмой вопрос какие качества характер моя душа пришла наработать в этом воплощении серьезное отношение к жизни серьезное отношение к своим энергиям и внутренним составляющим все должно исходить из знаний и знаний созиданий анализа альтернативных мнений которые нужно слушать которые нужно не просто слушать но и слышать и анализировать безусловно именно так благодарю вас леон вопрос отвечен продолжай следующий вопрос девятый какой главный опыт проходит моя душа в этом воплощении опыт созидания внутреннего созидания балансировки этого созидания тонких тел и биоробота только в этом цельном состоянии ты чувствуешь себя гармонично замечательный ответ благодарю вас если вы закончили я могу переходить последнему десятому вопросу да вопрос отвечен переходи пожалуйста мой дорогой куратор я вижу знаки с помощью которых ты общаешься со мной каждый раз когда я осознаю что это был знак от тебя и что ты рядом со мной меня охватывает энергия любви и благодарности к тебе чувствуешь чувствуешь ли ты мои энергии расскажи об этом подробнее пожалуйста да я чувствую эту энергию но они слабые у меня такой же стержень души арктурианский поэтому ты должна не выпускать энергии благодарности как к какому-то божеству ко мне мы с тобой в равных позициях поэтому твои энергии арктура они так же сильны как у меня поэтому можно общаться на равных вы друзья были сбалансированных энергиях не нужно относиться ко мне как божеству благодарить друга и благодарить божеству это две разные вещи мы говорим сейчас о друге это очень важно и такая благодарность доходит до моего сердца потому что это ответ моим старанием достучаться до тебя на ваш посыл безусловно уважаемый ли он вы достучались до нее я полагаю это было очень нелегко если позволите у меня больше вопросов не осталось от наталья у меня осталась непонятная ситуация которую я до сих пор не могу понять она подключилась вернее сущности которые в ней были зашли на ее запрос о исцелении как бы я полагаю она не сконкретизировала кому она обращается к этим запросам с этим запросом он просто был отправлен в пространство этот запрос перехватили игры и вошли вместе с рептилоидом в ее биополис этой конструкции что она конкретно сделала неправильно в той ситуации здесь не только запросы здесь постоянные мысли об этом которые энергии выходит в разных местах в разное время и остаются в матрице земли вот как понятно теперь понятно они говорили на то что из нее выходит много энергии они по этим энергиям смогли ее перехватить благодарю вас уважаемый ли он вопросов больше нет если вы хотите сейчас активировать ее стержень или от себя что-то добавить это возможно был бы самый лучший момент стержень активирован он сияет внутри белым светом арктура этот цвет нужно защищать обязательно и работать с ним и разговаривать с ним это родная энергия это самое сильное что дано душе благодарю вас уважаемый ли он очень было приятно общаться с вами чувствуется ваш опыт жизни на земле вы проходили вода почему я спрашиваю потому что в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция каждому куратору каждому учителю который к нам приходит мы всегда делаем один определенный подарок верочка в твоих руках появляется большая корзинка самыми вкусными спелыми и сочными ягодами которые только есть на земле один два три и мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора леона будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь за его ответы своей подопечной а также просто на добрые воспоминания об этой встрече какой прекрасный подарок благодарю вас очень приятны эти ароматы благодарю вас на этом месте передавайте пожалуйста привет арктуру от нас с верой мы будем рады всем кураторам которые достучаться до своих подопечных со своей стороны мы уберем все преграды которые мешают им в развитии откроем эти двери в которые они дальше пойдут уже сами прекрасно я благодарю вас за это благодарим и мы вас уважаемый леон прощаться мы не умеем мы говорим до скорых встреч если позволите возможно на определенном этапе мы еще с вами встретимся всем наилучшего и благодарим вас за вашу помощь которую вы оказали доброй жизни на земле благодарю вас всего вам доброго и рассинхронизируйся верочка готова хорошо наталья мы провели встречу с вашим куратором с арктура леоном вы получили все ответы на свои вопросы да прекрасные ответы есть над чем задуматься и работать не забывайте думать и работать хорошо сейчас будем возвращать вас назад вашу систему биоробот душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию натальевые систему биоробот душа заводим подключаем каждому органу каждой клеточки каждой извилинки головного мозга проходит полная синхронизация гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами от пола отключаемся от объекта вибрации